Утро начинается со спорта, а у главы города с осмотра спортивного объекта. Комиссия городской администрации во вторник оценила работы на стадионе Центровосток. Сюда тренироваться и просто поиграть регулярно приходят жители домов на Харенке, районы Меланжевого комбината, приезжают даже с сортировки. Для посетителей стадиона недавно установили новые тренажерные комплексы, оборудование для воркаута. Но есть еще к чему стремиться. Владимир Шарыпов набросал список дел на первое время. Зимой сейчас каждой будет заливаться хоккейная площадка ледовая. И, соответственно, вопрос с подъездными путями надо решить. Ну и плюс тут по ходу инспекции выявилось, что где-то надо подсыпать песком, где-то надо установить ограждение, чтобы футбольные мячи не вылетали на проезжую часть. Вот этим сейчас всем будем заниматься. То есть работы по этому стадиону, они будут продолжены. Руководитель физкультурно-спортивного центра обратилась к депутатам городской думы с просьбой помочь в восстановлении беговых дорожек и прыжковой ямы, чтобы в будущем здесь можно было сдавать нормы ГТО. Это позволит привлечь на стадион студентов. Просчитывала суммы. Если это асфальтное покрытие около полутора миллионов, если это прорезиненная крошка и по всем стандартам это 2 миллиона 700 тысяч. Я вышла с инициативой, чтобы депутаты комплексно, ну все депутаты откликнулись, 4 стадиона в городе, которые требуют восстановления. Если это будет 4 стадиона в 4 районах, такие опорные площадки для сдачи норм ГТО, для игровых видов спорта, я думаю, что это будет полезно для населения. Решение по стадиону «Восток» городские парламентарии примут в начале осени. Пока средства не поступили, руководство центра к облагораживанию привлекает молодежь. Миша в составе своего трудового отряда работает здесь уже 2 недели. Сначала убирали мусор, а его накопился не один десяток килограммов. Сейчас еще красят. Когда мы работаем, здесь ходят люди, но не сказать, что это прям много-много людей здесь не особо популярных. Хотя, может, когда мы уходим, под вечер сюда приходят люди, но здесь бегают, занимаются на турниках, на вот этих спортивных. На стадионе, отметил глава города, также необходимо установить дополнительное освещение. Вечерами здесь проходят соревнования Лиги дворовых чемпионов. Доморощенным футболистам должно быть светло и комфортно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.